Рубрика «Футбольное обозрение» с Романом Завьяловым представлена при поддержке компании «Старатели». 31 июля на стадионе «Полёт» прошел матч первенства Либерецкого района среди мужских команд. В гости к ФК «Алзос» приехала команда «Звезда» из города Люберцы. В начале матча «Острый момент» был у Артема Павлова, но подвела кочка. Люберецкие футболисты первыми распечатали ворота Александра Осипова и вышли вперед. А через несколько минут люберчане удвоили преимущество. Поведя в шуте, «Звезда» отдала инициативу и стала играть от обороны, сделав акцент на контратаке. После ошибки в обороне наша команда пропустила третий гол. Во втором тайме преимуществом владели латкаринские футболисты. Но игра в атаке в этом матче у наших явно не клеилась. Люберчанам удалась комбинация в спартаковском стиле, в результате которой латкаринцы пропустили четвертый мяч. Гол престижа ударом из-за штрафной площади в конце игры смог забить Ян Шанин. 1-4 победила команда «Звезда». 1 августа на свежеподстриженном поле стадиона «Полет» прошел третий матч 10-го тура первенства города Латкарина по футболу. Объединенная команда «Альянс-Набережная» показала, как надо играть футбол команде-новичку первенства «Соколу». Первый острый момент в матче был у Александра Меркушина, который пробил из выгодной позиции выше ворот. «Альянс» ответил острыми ударами Андрея Дегаева. Разыграв комбинацию в одно касание, «Соколы» вывели на ударную позицию Александра Меркушина, который открыл счет в матче. По ходу тайма обе команды имели опасные моменты, значительно больше которых было у «Альянса». Лучшим игроком первого тайма можно смело назвать вратаря команды «Сокол» Антона Адаева, совершившего несколько потрясающих сейвов. Однако «Альянс» все же забил «Соколу» гол в раздевалку. Максим Макеев перехватил мяч, вышел один на один и забил гол со второй попытки. Во втором тайме «Альянс» продолжил транжирить опасные моменты, позволяя вратарю «Сокола» поймать кураж. Тайм проходил в упорной борьбе, державшей напряжение футболистов и зрителей. Лишь за 10 минут до конца матча Александр Никифоров смог вывести «Альянс» вперед. Великолепным дальним ударом метров с 30 Олег Григорьев увеличил преимущество «Альянса», сделав счет 3-1. В добавленное судьей Кириллом Петровым время отличился Артем Макеев, установив итоговый счет. 4-1 победила команда «Альянс Набережная». Хочется отметить команду «Сокол» как один из самых динамично прогрессирующих футбольных коллективов города. Ребята сегодня показали красивый, качественный футбол и при удачном стечении обстоятельств смогли одержать победу. 2 августа в день десантника на стадионе «Полет» состоялся перенесенный матч 10-го тура «Титан-Старатели». На 10-й минуте встречи счет в матче открыл Андрей Потапенков. «Титан» ответил дальним ударом Сергея Евсеенкова в перекладину. Второй тайм проходил в обоюдоострых атаках, в одной из которых навесную передачу головой завершил Сергей Евсеенков, сравняв счет. «Старатели» провели быструю контратаку. Александр Борисов, получив пас из глубины, вывел на ударную позицию «Зазу Абраамяна», который был точен. И вновь «Титан» вынужден был идти вперед и отыгрываться. А как показали предыдущие игры перенства, воля к победе «Титанам» не занимать. Навесную передачу Михаила Чудаева вновь головой завершил Сергей Евсеенков, сравняв счет. И вновь «Старатели» воспользовались контратакой. В этот раз уже «Заза Абраамян» выдал точный пас Александру Борисову, которому лишь оставалось попасть в пустые ворота. В конце матча «Старатели» могли увеличить преимущество, однако мастерством блеснул вратарь «Титана» Александр Баскаков. 3-2 победила команда «Старатели». В послематчевом интервью тренер «Старателей» Александр Кузовков сказал, «Матч был сложным, но мы смогли показать, на что способны. Ставим задачу в этом сезоне попасть в тройку призеров, хоть это будет сделать очень сложным». 4 августа матчем «Брико-Альянс-Набережная» стартовал 11-й тур первенства города Латкарина по футболу. В дебюте встречи подачу с углового Дмитрия Шибаршина ударом головой завершил Роман Мужила, открыв счет в матче. Отобрав мяч на половине поля «Альянса», Дмитрий Шибаршин совершил сольный проход. Выдал пас 1 на 1 Константину Майорову, который точным ударом завершил комбинацию, удвоив преимущество «Брико». «Альянс» смог быстро ответить. За фолл против Алексея Исадова был назначен штрафной удар, который великолепным ударом под перекладину реализовал Дмитрий Исадов, сократив разницу в счете. В конце тайма Алексей Осинкин выдал точную передачу Романа Мужила, который отличился повторно, сделав счет 3-1. Во втором тайме третий голевой пас в матче отдал Дмитрий Шибаршин, вывив на рандеву с вратарем «Альянса» Сергеем Ермаковым Василия Курюкина, который технично перебросил мяч через вышедшего голкипера. В конце встречи отличился сам Дмитрий Шибаршин, забив ударом из-за штрафной площади. Альянс не сдавался. С передачи Алексея Исадова вновь отличился Дмитрий Исадов, забив гол точным дальним ударом. 5-2 победила команда «Бреко» и впервые в сезоне вышла на первую строчку турнирной таблицы, набрав 25 очков в 10 матчах. 6 августа на стадионе «Полет» прошел принципиальный матч первенства города Латкарина по футболу. Так как команды находятся близко друг к другу в турнирной таблице, игра была за 6 очков. Уже на седьмой минуте матча старатели смогли забить быстрый гол. Отличился впервые вышедший на поле в этом сезоне Андрей Воскобоев. За фолл против Александра Алексеева судья Артем Гришкин назначил пенальти в ворота старателей, реализовал который сам Александр Алексеев. Второй тайм проходил под диктовку команды старателей. В одной из атак Заза Абраамян выдал пас Владимиру Бардышеву, который, обыграв защитника, точно пробил низом в ближний угол ворота, сделав счет 2-1. Через 5 минут отличился Заза Абраамян, после дальнего удара которого мяч попал в штангу, ударился в спину вратарю и отлетел в ворота. Кирилл Петров нарушил правила штрафной площади ворот и атлетик получил пенальти. Пробивать пендаль взялся Заза Абраамян, первый удар которого вратарь Александр Осипов отбил, однако Заза был первым на добивании, сделав счет 4-1. На последних минутах матча отличился Илья Майченко, установив окончательный счет. 5-1 победила команда старателей. После матча капитан команды атлетик Кирилл Петров дал краткий комментарий. Опять подвела игра во второй половине матча. В первом тайме игра получалась, а во втором все пошло не так. Причину поражения надо искать где-то внутри команды. Приглашаем болельщиков посетить финальный матч розыгрыша Кубка города Латкарина по футболу. Встречаются команды Бреко и Кристалл Зос. Матч состоится в воскресенье 11 августа в 17.00 на стадионе «Полет». Не пропустите это незабываемое событие. К вашему вниманию турнирная таблица первенства города Латкарина по футболу по состоянию на 6 августа. Выражаем благодарность за помощь в съемках рубрики «Футбольное обозрение» компании «Старатели». Артем Колесников, Алексей Устинов, Александр Тестов, Роман Завелов. Телеканал Латкари.